Они выпивают, они выходят и говорят, антиалкогольная компания была глупостью, сейчас надо наоборот пить, так сказать, а это все забудьте и все, а народ как так, ничего себе, тут три года вроде трезвость, трезвость норма жизни, а тут нам опять такую чушь, извини, эти друзья несут. И вот они приехали, прилетели в Красноярск из Москвы и собрали в крайкоме комсомола весь комсомольский актив города Красноярска. И вот они, 15 человек сидят в президиуме и вот эту вот чушь несут, что надо пить и пить культурно. А что значит пить культурно? Пьяница, когда первый стакан, он слышит, пей культурно, второй пей культурно, третий, а после четвертого он пей слышит, а культурно уже не слышит, то есть у него уже отключается это понятие культуры. А я опоздал и в зал сел, и в зале сижу. И вот он выступает, а народ недоумевает, в зале волнует, что за ерунду, ересь какую-то несут и так далее. Ну вопросы будут, секретарь этого крайкома комсомола. Я говорю, можно я вопрос, а я как будто бы тоже со всеми здесь в зале сижу. Я говорю, вот они говорят, что народ не принял эту антиалкогольную кампанию. Они говорят, эти профессора, которые там. Я хочу у вас, вот первый секретарь, спросить. Я знаю, что в Красноярском крае во время антиалкогольной кампании несколько тысяч магазинов, торгующих алкоголем, закрыли. Я говорю, скажите, пожалуйста, был ли хоть один протест у населения против закрытия алкогольной торговли? Говорит, не было ни одного. Ни одного не было протеста. Закрывали и рады. Я говорю, я знаю, что сейчас в крае начали открывать сотни магазинов алкоголем торгующим. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас хоть один протест у населения против открытия алкоголем? Да вы что? Да мы же завалены. Люди жгут, поджигают, громят эти магазины. Ну как люди недольше возле своего дома, возле своих детей вдруг, понимаете, пивное открывают. Ну кому, кто за это будет? Кому это надо, понимаете? Я говорю, ну вот вам народ, вот его позиция. За трезвость, народ за трезвость. Народ глубиной души понимает, что это единственное спасение детей от гибели. Это ввести в стране трезвость. Любым способом. Я еще раз говорю, я вот выступал в Новом Уренгое, мэр города пригласил. Ну я эту лекцию прочитал, а потом говорю, ну ладно, говорю, ладно, сухой закон это бог с ним. Ну вот сидит, говорю, мэр города, мэр города сидит. Ну что ему стоит? Взять циркульт. Вокруг каждой школы 500 метров, детского сада 500 метров, лечебного учреждения 500 метров. И вокруг спортивного учреждения 500 метров. Обвести и сказать, это зоны трезвости. В этих зонах мы запрещаем продажу алкоголя и табака, чтобы дети не видели. Запрещаем рекламу всякую, кстати, запретили там всякую рекламу. И запрещаем в этих зонах торговлю. Так нету в Новом Уренгое ни одного места, где можно торговать. Я говорю, ну так и прекрасно. Есть городская свалка. За городской свалкой выделите место, гадюшник. Там продавайте алкоголь и табак. Как кто не может, ну пусть туда идут за свалку. Но все же будут, он дурак пошел одурманиваться. То есть люди пальцем будут на них показывать. От детей-то мы эту же отраву уберем. Вот вам и пожалуйста, одно из решений. Ну как это сделали в той же Швеции, понимаете? Там ведь нет сухого закона, как в Египте. К сожалению, нет. Потому что у них лазейка остается. Все-таки алкоголь же остается в обществе. Вроде как присутствует. Давайте, я говорю, хотя бы так поступим. Как зал, давай овацию. Как давай зал хлопать, так сказать. Давайте, мол, сделаем. Ну что же это? Это же в силах любого мэра взять и сделать. Меня вот пригласили здесь. Институт текстильной промышленности имени Косыгина. У меня курсы прошла одна преподаватель этого института. И говорит, Владимир Ильич, я вам втихаря свои два часа, студенты второго курса, дам вы им лекцию про алкоголь. Я говорю, да ладно. Приехал и вместо ее лекции по математике. Я им про алкоголь прочитал. 81 человек был на лекции. Ну, московская молодежь есть мостовская молодежь. То есть это не сибирская молодежь, которая по-другому все это, естественно, воспринимает. И тем не менее, они все похлопали, тра-та-та, все, разошлись. В этот же день на нее капнули. Капнули на нее, что она нарушила, так сказать, и провела какую-то подпольную лекцию, т-д-т-т-т-т-т. И она тогда, чтобы себя обезопасить, она пришла на следующий день и сказала, я попрошу всех, всех, напишите отзывы об этой лекции. Всех вот напишите. 81 отзыв. Один человек написал. Плевал я на все, я пил, пил, и пить буду, и курил, курил, и курить буду. А 80 человек написали. Да это же просто информация, которую от нас просто скрывают. Она нам нужна, как воздух, эта информация. Огромное вам спасибо. Нам вот такие-то бы лекции бы и читали, и т-т-т. И ее к ректору вызывает. Она говорит, а вы почитайте вот 80 отзывов. Ректор глаза на лоб вылез. Но это ректор, который ректор. Он вокруг института циркулем обвел. Вокруг института нет ларьков, которые торгуют пивом, водкой, сигаретами и так далее. Говорит, нету, вот от метро идешь, чисто сидит. Я такого культурного института не видел вообще нигде. Подхожу к институту, а там огромный щит висит. Ректор трезвенник у них. Написано. На территории института категорически запрещено курение. Лицам мужского пола разрешено курить в двух отведенных местах гадюшниках. Ввиду особой опасности курения для организма женщина, женщинам вообще курить запрещено. Ректор, администрация, тра-та-та. Ходишь, чистота, порядок. Не заплевано ни окурков, ни дыма, ни спичек. Вы посмотрите, вся грязь в Москве от этих курильщиков и пьяниц. Вся грязь от них. Все захаркано, все это битое стекло и так далее. То есть стопроцентное, так сказать, идет от них. Вот это культура. А я заехал в Уральский политехнический институт, где Ельцин учился. Я захожу в этот институт. На первом этаже сплошь пивные, сплошь, так сказать, дым коромыслом. Я зашел, у меня за голову схватился. На третий этаж захожу, в холле сидят студенты и в карты режутся. Ну, так сказать, все, приплыли, так сказать. Вот она, понимаете? Вам антикультура. Я, пользуясь случаем, что здесь сидит молодежь, я бы хотел, чтобы вы озвучили такой вопрос о телегонии. О телегонии? Да, ну хорошо, ладно. Я вообще очень часто выступаю в школах. И школьники записочки мне пишут вопросы. Ну, в процессе лекции пишут вопросики там и все. И вот, в частности, они часто задают такой вопрос, записочки. Значит, уважаемый профессор, как вы относитесь к сексу? К сексу. И записочка мне. А я эти записочки читаю. И вот я читаю. Вот записочка. Как вы, профессор, относитесь к сексу в зале? Хи-хи-хи-хи-хи. Ну-ка, что нам профессор про секс-то скажет? А я говорю. А я говорю, а вы знаете, что такое секс? Вот две собаки под забором. Это стопроцентный секс в чистом виде. И к человеческой любви, высшему проявлению человеческих чувств, этот секс собачий не имеет вообще никакого отношения. Силами купленного мировым правительством, уничтожающим нашим молодежь телевидением и средствами массовой информации, у нас вся проблема взаимоотношения юных сполов сведена вот к этому собачьему сексу. Сведена к собачьему сексу. У нас по телевизору выступает эта черная, знаете, это ханга, ханга. Про это. Она выступает программу про это. Вы понимаете? В результате вот этой вот пропаганды, этого секса так называемого собачьего, в результате разврата нашей молодежи, я вам расскажу, что получилось. У нас в Новосибирской области за 10 лет заболеваемость с сифилисом выросла в 54 раза. А заболеваемость с сифилисом среди подростков до 14 лет выросла в 600 с лишним раз. Вы представляете? А вы представляете, что такое заболеть с сифилисом в 14 лет? Это все. Это конец. Это же вещь-то неизлечимая. Вы понимаете? Я разговаривал с главным венерологом области. Он говорит, при советской власти, если у нас случался раз в год случай заражения венерическими заболеваниями несовершеннолетнего, поднимали всю милицию, всех поднимали на ноги, пока не ловили и не сажали того, кто заразил и, так сказать, надругался. Мы, говорит, сейчас даже регистрировать не успеваем. Это же идет страшный вал, а это и есть пропаганда этого секса. Сейчас, кстати, идет пропаганда так называемого безопасного секса. Я хочу вот девчонок предупредить. Очень многих девушек и женщин вот этот безопасный секс просто привел к бесплодию. Бесплодие. Это та же самая программа, понимаете? И еще один момент чрезвычайно важный. Вот эта пропаганда разврата и секса приводит к тому, что, оказывается, при растлении, при первом половом, так сказать, близости, закладывается вся генетика будущих поколений. И если это пьяный, если это не русский, если это какое-то понятие, черт не знает что, вот это все и будет. Это явление известно, известно в животном мире, телегония, собак, не дай бог собака повяжется с непородистым кобелем, она все, она исключается из этого самого. Это все. Вот, кстати, показывали фильм, пьяный фильм с Евдокимовым. Помните, там у него сын негритенок, как-то не валяй дурака, что ли, или что-то такое. Ну, в Америке, там Америка и все и так далее. Вот вам, пожалуйста, пример телегонии. Его, ее мать с этим негром скрестилась. Дочка родилась нормально. А у дочки родился сын негр, так сказать. Ну, грубо говоря, то есть, даже вот здесь вот это все, это все закладывается. Это страшные вещи. Об этом помалкивают, молчат, потому что идет, я еще раз говорю, идет страшный разврат нашей молодежи. А это ведь таинство. Браки совершаются на небесах. И это таинство, если сводится, так сказать, к собачьему сексу, это разрушает страшную душу и будущее. И будущее, и потомство, и людей, и детей. Поэтому, еще раз говорю, надо нам бороться.